Удивительное дело Огромная, огромная радость Олег Георгиевич Гадецкий Психолог, руководитель проекта Психология третьего тысячелетия Человек, который занимается лидерскими программами И двигает нас вперед Надеюсь, светлое будущее Добрый вечер Добрый вечер Я, как уже неоднократно, я сказала Я счастлива видеть вас сегодня в студии С приездом в Алмату Спасибо, Вероника Я тоже неожиданное знакомство сегодня Мы сразу с вами в эфире оказались У меня тоже очень неожиданное Да, бывает так, сразу и в эфире Но я-то знаю вас давно Я слушаю ваши лекции Я вижу ваши выступления Я знаю, какое серьезное количество вопросов Вы поднимаете в обсуждении и в работе с людьми Позвольте я сразу, достав Вооружившись консервными ножами Приступлю к сути дела Хорошо Сегодня мы можем обсуждать все, что угодно Но мне бы хотелось, чтобы фокусом нашей беседы Стали несколько главных тем Но вот первая тема Это тема лидерства Я знаю, что многие семинары, поркшопы, программы, которые вы проводите Связаны с темой лидерства сегодняшнего дня Расскажите немножко об этом Мы с вами в третьем тысячелетии уже И всегда общество двигалось туда, куда его направляли лидеры Сейчас очень особое время Когда очень сильно все меняется в мире И именно лидеры это та сила, которая сегодня будет формировать будущее Будущие нации, культуру разных, человечества, человеческого общества То есть это очень некая значимая роль И, к сожалению, очень многие лидеры сегодня Они обладают огромным могуществом За счет силы какой-то политической, материальной, финансовой Но очень много лидеров Очень мало лидеров пока Которые основываются на законах нравственности На законах духовной какой-то культуры И вот сейчас время таких лидеров будет продвигать вперед Что такое проект «Психология 3000» И как ваш проект Одним из руководителей, которого вы являетесь Подходит к приеме лидерства И куда вы двигаете умы и сознание людей? Наш проект – это международный образовательный проект Мы занимаемся образованием Мы не занимаемся финансами Мы не занимаемся политикой Мы занимаемся образованием Наше глубокое убеждение, что образование – это та сила, которая может изменить мир Не экономика, не религия, не политика Не какие-либо другие системы Образование То есть когда образование получит каждый конкретный человек И прежде всего лидер Вот это изменит мир Образование – ведь это же понятие очень широкое Очень часто сейчас под образованием мы подразумеваем совершенно странные Удивительные, на мой лично взгляд, вещи Когда нас учат, как снимать женщин или мужчин Как заработать больше денег Как визуализировать мечту о своем новом красивом доме И все это также подразумевает некое подобие образования Когда нас учат каким-то странным, на мой взгляд, вещам Ведь это же все тоже образование Или нет? Как это для вас? Это сложно назвать образованием Точно так же, как цветком Сложно назвать какую-то частичку, листочка Цветка, который высох и валяется где-то там в подворотне Это не цветок Это какой-то остаток Образование – это нечто другое Вот смотрите Вы перечислили разные сферы Как познакомиться, как кого-то обмануть, сманипулировать с кем-то Как снять последствия стресса Да, я забыла сказать еще одну важную вещь Как просто получить престижный диплом Это тоже первая ассоциация на словообразование Логично Гарвард, Оксфорд, что-то в этом роде Сейчас в мире очень много разных каких-то вещей Когда люди выдумывают какие-то цели И как бы культивируют свое собственное удовольствие От того, что я это имею Но давайте поймем, что у жизни есть законы какие-то Есть наука жизни И вот смотрите, есть разные институты Образовательные учреждения, где изучают арифметику И те разные науки, которые вы перечислили Но знаете ли вы хотя бы одно учреждение, где изучают науку жизни То есть, что такое судьба человека Что такое предназначение человека Что такое разум человеческий, как он появляется Что такое нравственность, где она внутри нас находится И нужна она вообще или нет Что такое совесть И много и много чего другого Вот это все законы жизни И что мы преподаем в нашем проекте Мы преподаем эту науку жизни А кто является студентами и учащимися вашего проекта? Кто те люди, с которыми вы вступаете в диалог И которые являются выпускниками? Разумные люди Разумные Знаете, в телепередачах там все время такой значок Есть 18+, 12+, 11+, Вот у нас значок «Разум плюс» То есть, это программы для людей, которые разумные Которые хотят осмысленно жить Не просто как получится, а осмысленно Ну вот возвращаясь к той теме сегодняшнего нашего разговора Первая из которых звучит Как лидерство Ведь лидер – это человек, который ведет за собой людей К определенным целям К определенному светлому будущему Возможно, к достижению каких-то задач То есть, понятие, на мой взгляд, лидерство и цель Неразделимы Да К каким целям, на ваш взгляд, те лидеры, которых вы обучаете Которых вы готовите, которых вы снабжаете знаниями Должны завтра или сегодня повезти людей? Лидерство до сих пор воспринималось как некий вождизм То есть, я некая сильная личность И вот я веду за собой, тогда я лидер И лидеров, собственно, так и обучали Да, конечно Вот как вот такое могущество На броневике лидер, да Либо что-то в этом роде Некий супермен, который, вот он ведет армии за собой Но на самом деле это не лидерство Потому что лидер, он должен объединять людей То есть, ведущее понятие, о котором мы говорим Это понятие семьи Вот смотрите Есть разные культуры, национальности Есть очень большое разнообразие сейчас в мире И очень много конфликтов между всем этим То есть, очень много полюсов разных Но все мы одна семья Потому что мы все люди Мы все существа, скажем, с одной природой С одной задачей Есть семья человечества И вот лидер настоящий Это тот, кто умеет преодолевать различия И позволяет людям почувствовать Эти настоящие отношения друг с другом Вне конфессии, вне национальности, вне культуры Человек с человеком Сейчас требование времени Вот в том, чтобы люди могли объединяться таким образом И могли строить отношения таким образом То есть, сейчас время, когда мы должны научиться преодолевать различия И находить то общее, что между нами есть И вот тот лидер, который помогает людям это делать Который сам способен так строить отношения с другими Вот это и есть лидер нового тысячелетия А какие есть такие маркеры Какие есть показатели псевдолидерства Ведь сейчас очень часто К нам в жизнь приходят люди Которые претендуют на роль лидера В твоей собственной судьбе На роль лидера нации На роль лидера каких-то глубоких движений И когда люди готовы идти за этими личностями Как они должны понимать Где действительное благо А где опасность Разница очень простая на самом деле Вопрос кажется сложным Как разобраться Но ответ простой Тот лидер, который ставит свои интересы Выше, чем интересы других Это ложное лидерство Это означает, что я эксплуатирую и манипулирую другими Ради какой-то своей корысти Корысть может быть деньги Корысть может быть власть Корысть может быть слава Что угодно То есть, лидер это не тот, кто обладает силой И использует других для того, чтобы возвыситься Свои желания какие-то реализовать в этом мире Это ложное лидерство Лидерство построено на эгоизме Но мы говорим о лидерстве другом Лидер, я знаете, я помню в свое время Я почитал одну немецкую книжку О немецких психологах Я не помню, как она называется Но меня очень вдохновил эпиграф Эпиграф был такой Руководить Это означает Приводить других к успеху И к самореализации Вот это настоящее лидерство То есть, лидер Он действует ради блага других То есть, он строит что-то Он вовлечен в какую-то миссию Но зачем? Чтобы каждый, с кем он соприкасается Он получил благо Развился как личность Обрел свое предназначение Обрел свою полноту Нашел себя в этом мире Вот это настоящее лидерство И вы обучаете всех Как стать лидером? Да Ведь существует какое-то расхожее мнение Что лидер это удел избранных Я недавно пересматривала Фильм «Великий диктатор» С Чарли Чаплина Фильм Чарли Чаплина Казалось бы, ведь лидерство Это удел каких-то единиц Нет? Это не так? Нет, нет То есть, смотрите На броневиках не все будут стоять Но есть лидерство в семье Лидерство женщины Лидерство подростка Лидерство домохозяйки Лидерство учителя То есть, каждый на своем месте Он должен быть лидером В каком ключе? А это означает, что он сам Должен обладать какой-то целостностью Полнотой внутренней То есть, изобилием внутренним То есть, он сам реализовался Как личность И он помогает другим Такими же стать И не важно, где мы Мы сапожники Мы сидим в офисе Мы учим детей в школе Или мы домохозяйка Абсолютно не важно А что такое лидерство в творчестве? Я, например, как человек От творческой гильдии Хочу спросить Что такое лидерство в области? Лидерство в творчестве? В СМИ Не обязательно в СМИ Я актриса Я занимаюсь театром Лидерство, лидер-художник Лидер-поэт Лидер-музыкант Что это такое? А это определяется тем Какое послание вы несете Послание, оно может быть Безнравственным, разрушительным То есть, безнравственное послание Оно всегда разрушает То есть, пропаганда секса Пропаганда алкоголя Наркотиков Каких-то Вот этих тенденций характера Жадность, зависть, корысть Соперничество Это все то, что разрушает культуру Разрушает человеческое общество Разрушает личность Поэтому, если говорить о творчестве Вопрос в том, какое послание мы несем Есть другое послание Когда мы несем послание Дружба Любовь Уважение Бескорыстие Сотрудничество Смотрите, совсем другое послание Друзья Ну что ж, сегодня в эфире Рядом со мной Олег Георгиевич Гадецкий Социальный, общественный деятель Психолог Ученый И следующий Интереснейшие области нашей жизни И сознания Я хочу предложить вам Нашу первую интерактивную рубрику Которую называется «Свободная ассоциация» Олег Георгиевич, для того, чтобы сейчас Полноценно, в полной степени Нашу встречу для себя реализовать Я хотела бы использовать ваш аналитический ум Для осознания определенных жизненных ситуаций Я буду предлагать вам образы И ждать от вас первую же ассоциацию Настолько развернутую, насколько это вам будет угодно На то явление, на то состояние Нашей психики и личности Которую я буду вам предлагать Вы готовы? Хорошо, давайте Ну что ж, поехали Я попробую найти у себя аналитический ум Итак, первое состояние личности Безумие Какая картинка возникает у вас, когда я говорю это? Безумие Какая ваша первая ассоциация? Разбитый горшок с молоком Разбитый горшок с молоком Хорошо, едем дальше Ваши сомнения Роден Роден Мыслитель Мыслитель Он Хорошо Готовность Какая ассоциация на этот термин? Спортсмены на старте, где все такое уже собралось И секунду они Пух Влетят Дамечательно Апатия Это одуванчик, у которого вылетели все волосы И осталась одна головка И он лыс И беззащитен Хорошо, едем дальше И бесполезен для общества Стресс Какая-то каменоломня Каменоломня Кто-то ломал очень много камней, непонятно для чего И осталась эта картинка Бесполезного занятия И очень напряженного почему Недоверие Люди, которые отвернулись друг от друга И Отвернулись Критицизм Человек, который сидит в баре и критикует все Власть, соседа, жену Да Все на свете И этот бар, в котором сидят И тот бар, и тот напиток, который он пьет Осознание Это чашка фруктового сока Куда намешаны разные составляющие фруктовые И человек, который пьет и размышляет над тем, что же он выпил Движение Это скоростное шоссе Где не видно машин, такие следы просто остались Полнота Не как физическая составляющая А как эмоциональная, духовная составляющая Счастье Которое внутри, и человек хочет им делиться Счастья настолько много, что он не хочет ничего брать Он хочет только отдавать И это была свободная ассоциация с Олегом Гадецким А мы счастливые собеседники сегодняшней пятницы Друзья, Олег Георгиевич Гадецкий Руководитель проекта «Психология третьего тысячелетия» Психолог, тренер, общественный, социальный Возможно, политический деятель, да, или нет Или вы не занимаетесь политическими деятелями? Я занимаюсь образованием А как называется человек, который занимается образованием И это его непосредственный род деятельности? Как это? Учитель? Учитель, да Учитель Я хотела бы спросить вас вот о чем Наставник Наставник Потому что образование, оно должно быть связано с жизнью Учитель часто ассоциация что-то отвлеченное Наставник это означает, он говорит о человеке, о его жизни И помогает человеку жить в этом мире Ну вот именно как наставника, как человека, который помогает разобраться В определенных явлениях жизни, найти в них свое место И, соответственно, выбрать линию поведения И дальнейшие какие-то свои шаги Я хочу предложить вам перейти к следующему направлению беседы Если мы в первой части беседы говорили о лидерстве Сейчас бы я не могу не сказать это Я не могу не озвучить Потому что это то, что витает сейчас вокруг нас То, в чем мы живем Это состояние страха Страх, невежество Люди не знают, что будет завтра Мы все боимся политических изменений Мы все боимся за свою жизнь Еще вчера мы боялись за свое какое-то финансовое благополучие Сегодня очень многие из нас уже начинают бояться за свою жизнь, за свое завтра Страх Что такое страх в сегодняшнем обществе? Что с этим делать? Как с этим жить? Страх всегда есть тогда, когда человек не понимает, что происходит Когда человек оказывается в ситуации неопределенности Ему не на что опереться Он не знает, что будет дальше Не знает, к чему это приведет Что из этого получится, хорошо или плохо То есть страх связан с безвестностью Или с отсутствием знаний Но сегодня мы все оказались в ситуации, когда мы не знаем, что будет завтра Ведь мы же определяем свою жизнь не только нашими личностными векторами Мы подвластны глобальным процессам в обществе, в мире, во Вселенной Что делать нам, таким маленьким, сегодня, когда нависла угроза войны Нависла угроза непонимания Нависла угроза, много угроз Я могу сейчас перечислять их по пальцам Что делать? Где найти тот якорь? Как? Якорь всегда один и тот же Это культура цивилизованного человека Который понимает, что этот мир – это единое целое И ничего в этом мире не происходит без какой-то высшей санкции И вот человек, который раскрывает у себя вот эту духовную интуицию Когда он чувствует просто жизнь, ее руководство Такой человек, он имеет эту платформу полноты и уверенности одновременно Он имеет связь с жизнью через это Ну вот вчера, например, у меня был диалог с моей мамой Я позволю себе вынести его сейчас в обсуждение Я говорила с ней о том, что в тот момент, когда мы не знаем, что с нами будет завтра Мне кажется, наши цели, задачи и нашу внутреннюю интуицию Необходимо обратить на самые главные вопросы жизни и бытия Перестать заниматься как страхами, так и обустройством сегодняшнего дня И более глобально посмотреть На что я услышала от человека старшего поколения Такую, ну, закономерную вещь Мама сказала мне, давай мы не будем говорить об этих вещах Да, мы просто не будем говорить об этом Это портит нам настроение Наверное, один секрет есть? Да Яйца курицу не учат? Не учат Вот, это один момент Второй момент У Блаженного Августина, одного из отцов христианской церкви Есть одно великолепное выражение Хочу сейчас его произнести Евангелие нужно проповедовать везде Но слова используют только в случае крайней необходимости Знание передается не за счет слов Количество слов и темперамента, с которым мы говорим эти слова Знание передается за счет примера Если человек реализовал знание другого качества жизни Вот как вы говорите, все боятся, а он не боится Все в стрессе, перегружены, напряжены А у него платформа какого-то спокойствия, целостности, полноты и гармонии Ему не нужно ничего говорить К нему сами будут подходить спрашиваться Хорошо, я подойду к этому вопросу с другой стороны Я очень хочу докопаться в этом сейчас, в моей горячности Возможно, я Многие из тех людей, которые сейчас что-то думают И говорят об этом страхе, об общей политической ситуации Которая складывается вокруг многих стран Сотружества и не только Предпочитают отмолчаться, отсидеться Кто-то думает, что что-то, какие-то глобальные процессы Могут пройти мимо нас То есть, с одной стороны, люди имеют позицию на баррикады Кто-то, а кто-то, наоборот, считает Что мы не должны иметь никакой своей позиции И просто переждать Что все бомбы, стрелы и проблемы судьбы пролетят к нему нас Есть какая-то середина Как она должна быть озвучена в нашем поведении Как нам распределиться сейчас в этой жизни Смотрите, какой интересный момент Почему так много страха? Потому что люди потеряли свою роль в мире Я сейчас поясню, что имеется в виду Смотрите, все интересуются тем, что происходит на Украине Все интересуются тем, что происходит в Израиле Все интересуются тем, какое наводнение на Дальнем Востоке То есть, мы в своем уме постоянно где-то присутствуем Где какие-то вот события такие происходят в мире Но мы менее всего сегодня присутствуем в своей семье Где ребенок просто ожидает нашего внимания Мы менее всего присутствуем в отношениях со своим мужем, со своей женой Где есть потребность просто в глубине некой отношений В чувствительности, в обмене эмоциональном Тем, чтобы поделиться какими-то ценностями Смотрите, что произошло Самое важное, где мы должны присутствовать То есть, наша жизнь То есть, вот те роли, которые мы играем Я родитель, я ребенок, я еще кто-то Мы как бы глубину в этих ролях не имеем Мы в этих ролях очень поверхностные Но при этом наш ум во всей Вселенной Мне кажется, если бы в новостях показывали новости Вселенной Все бы смотрели эти новости И все больше и больше теряли свою связь с жизнью, с реальностью, своей судьбой То есть, страх возникает вот на этой почве Когда люди отрываются от своих корней От своих главных жизненных задач, которые нужно решать Вот тогда и возникает страх Поэтому страх, он будет преодолен тогда Когда люди обретут свое место в этом мире То есть, кто я? Мужчина или женщина? Смотрите, это же разные роли Это разные переживания абсолютно Переживания времени Переживания событий Абсолютно разные А у нас сейчас, смотрите У нас нет мужчин и женщин У нас появляются однополые существа Мы теряем связь сами с собой Дело даже не в мужчинах и женщинах А это глобальная тенденция Олег Георгиевич, а вот как вот вам удается Находиться в каких-то поездках по всему миру И в то же время находиться вот в том контакте Со своей семьей и с близкими людьми Как вам, как мужчине, безусловно Удается совмещать эти функции и роли Если уж мы об этом заговорили Две вещи Это общение То есть, я звоню И второе Это ум, в котором я помню То есть, я держу в сердце своих близких Вот так Вот смотрите Как у яхты У нее, как это называется Киль Вот точно так же В нашей жизни должны быть настоящие ценности Настоящие ценности человеческой жизни Если они есть Если они вошли в наше сердце Нас не будет штормить Не будет страха Не будет жадности Не будет зависти Не будет стресса Все эти эмоции появляются тогда Когда утрачивается Вот это вот Некий противовес такой внутренний Вот как только он исчезает Сразу начинает штормить Вот сейчас пятница вечер У многих людей Вполне конкретные ценности Возникают на горизонте В преддверии пятницы вечера Многие люди Вполне конкретным ценностям Посвящают времяпрепровождение Ближайшее и следующего дня А какие на самом деле Ценности есть смысл сегодня Культивировать внутри себя Я понимаю, что мы Из формата развлекательного шоу Можем сейчас перейти В какую-то дидактику Но тем не менее Какие ценности, на ваш взгляд Необходимо в себе сейчас культивировать Сейчас общество очень нуждается В настоящей нравственности А что такое настоящая нравственность? Нравственность – это способность Быть бескорыстным Способность действовать Ради блага других Способность быть благодарным За все то, что кто-то что-то мне дает Вот нравственность – она основана На этих вещах Еще Нравственность основана На чувстве связи с Высшим Что я не просто живу так, как я хочу Я хочу – это эгоизм Эгоизм разрушает нравственность Нравственность основана На духовной культуре Когда я понимаю, меня ведут в этом мире Есть некая высшая сила Она заботится, она опекает, она руководит А я просто ее ищу Я ищу ее руководство Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай Что в этой связи? Но открытость к высшему руководству не означает безответственность Например, один из героев Достоевского Восклицает, если Бога нет, то какой я офицер То есть офицер, смотрите Это очень такая Как бы ответственная позиция Убить может Это понятие чести Но, то есть, это активность предельная Это воин, который сражается за Отечество Но одновременно, если Бога нет, то какой я офицер То есть, смотрите, соединяется Как знаете, есть одно такое прекрасное выражение Мне очень нравится Нужно молиться так, как будто все зависит от Бога И действовать так, как будто все зависит от нас Вот каждую секунду жизни мы должны совместить Вот эти два параметра Тогда будет настоящая человеческая жизнь Друзья, Олег Гадецкий сегодня у нас в эфире Верлибров Я счастливый, счастливый интервьюирующий его человек И я хочу предложить сейчас следующую интерактивную рубрику Какая-то рубрика Какая-то рубрика, она всегда какая-то Я никогда не знаю, какая она будет сегодня И вот сейчас потому что... За Вероникой я тем более не знаю Ну вот сейчас мы попробуем сформировать Из большого количества вариантов То, о чем бы хотелось пофантазировать сейчас Какая-то рубрика, это всегда игра для меня Вот давайте поиграем Как если бы, например, сейчас у нас был какой-то сеанс Сеанс личный, персональный Или, может быть, какая-то групповая работа Какие вопросы чаще всего к вам, как к психологу Поступают от людей? Что спрашивают у вас? Знаете, я чувствую, я постепенно перешел в режим лектора Ну вот давайте, давайте поиграем Который только говорит Давайте поиграем, хорошо, к примеру Наверняка такие вопросы возникают Говорят, ну вот, скажите, пожалуйста Олег Георгиевич, вот муж пьет, что делать мне? Вот муж пьет? Что вы говорите, когда такое говорят? Знаете, Вероника, я сейчас еще одну вещь понял Благодаря вам Что я на все вопросы отвечаю одним ответом Что мы с вами просто ученики в этом мире Неважно, кто пьет Муж, начальник, сосед Или президент страны, в которой я живу Неважно, кто пьет Важно то, чему меня это обучает Хорошо, наверняка есть такой вопрос Я уверена, он очень популярен Там топ-десятка, наверное Наверняка, когда люди говорят Я хочу развиться так, чтобы зарабатывать больше денег Я мужчина, мне нужно содержать мою семью Это моя ответственность Как сделать так, чтобы добиться процветания в этой жизни? Расскажите мне Как добиться процветания? Наверняка такие вещи вам говорят Что вы говорите, как вы отвечаете на такой вопрос? Процветание опасная сила Ко мне однажды подошел один человек и сказал У меня два дня назад была встреча с экстрасенсом Он сам меня нашел на улице Подошел ко мне и сказал Хотите, я раскрою вам канал процветания У вас денег будет в 15 раз больше, чем сейчас Этот человек очень заинтересовался Взял телефон этого экстрасенса Но пришел ко мне Спросил Как вам кажется, они умеют это делать? Я сказал Умеют Больше ничего не говорил Он замолчал Я видел, уже собирается звонить Потом что-то у него щелкнуло там в уме Он спросил А как они это делают вообще? Я сказал Ну вот вы представьте К вам подходит Вы едете на такая старая советская машина Запорожец Не знаю Может кто-то не знает уже Но надо представить что-то очень простое С колесами, с рулем, который нужно вращать С такими усилиями Ну в общем Представьте У вас Запорожец К вам подходит очень добрый человек И говорит Слушай, ну а что у тебя Запорожец? Что ты так медленно ездишь? Давайте реактивный двигатель подвешиваем Твой Запорожец Я спрашиваю этого человека Ты бы согласился? Он задумался Когда мы говорим Увеличить финансы Мы должны понять Что прежде чем строить дом Сначала нужно построить фундамент Финансы это огромная сила И она будет нами управлять А не мы ей Если мы к ней не готовы Поэтому сначала У человека должно быть раскрыто Предназначение его Понимание Миссия Зачем ему все это нужно И это все должно быть настоящее Потому что фундамент должен быть настоящий Не искусственный Вот если у человека Есть очень глубокий Нравственный фундамент У него есть миссия в жизни Так пусть все деньги мира к нему придут Он знает, что с ними делать Но если у человека Нет этой человеческой основы Основы человеческого характера То деньги, которые придут в его жизнь Они разрушат и его жизнь Жизнь его близких И всех тех, кто будет связан с ним Поэтому, когда меня кто-то спрашивает О финансах Я говорю, очень хорошо Давайте начнем работу Хорошо, следующий вариант Наверняка бывают На ваших консультациях Девушки, женщины Которые говорят что-то вроде Я так хочу выйти замуж Мне так трудно одной в этой жизни Как мне найти мужа Как мне привлечь его в свою жизнь Что вы отвечаете в такой ситуации? В такой ситуации очень просто Да, женщины часто жалуются на мужчин Которые их много раз бросали Нет недостойных мужчин Мужчины жалуются на женщин Они все независимые Манипулируют, эксплуатируют Хотят чего-то Но не дают то, что я от них ожидаю Что делать, они спрашивают Знаете, закон очень простой Если женщина не может выйти замуж Только одна вещь Нет женщины Верните женщину и будет муж Да, то же самое с мужчиной Если мужчина не может создать семью Только одна проблема Нет мужчины Поэтому мы всегда начинаем с самих себя У Льва Толстого есть очень хорошее выражение Все хотят изменить мир Никто не хочет изменить себя Когда мы меняем себя Смотрите, все возможности мира Могут к нам прийти Просто нужна готовность личности Вот эту готовность нужно создавать Хорошо, и третий Модулируем третий вопрос Который наверняка очень популярен В подобного рода беседах Вот я такой бизнесмен У меня, в общем, все нормально в жизни получается Как-то я саккумулировал финансовые средства Привлек, и все у меня как-то складывается нормально Я такой конкретный пацан Но как-то счастья в жизни нет, цели нет Что мне с этим делать? Найти людей, у которых она есть Начать с ними общаться Секрет всегда очень простой Смотрите, в любой сфере знаний Что бы я ни хотел освоить Процветание, хорошее отношение в семье Всегда нужно найти носителей этого знания Носители знаний – это те, которые реализовали это непосредственно То есть мы должны найти наставника в сфере семьи Это означает мужчины или женщины, которые построили настоящую семью И проверить можно, что у них там происходит Если мы говорим о финансах Нам нужен учитель из этой сферы Но, правда, нужно выбирать не только того, у кого много денег А который знает, как ими распоряжаться Ну, это другая уже тема Но я в любом случае говорю о принципе носителя Нужно искать носителя Друзья, это была какая-то рубрика С Олегом Георгиевичем Гадецким Сегодня здесь, в эфире Верлибров Мы едем дальше Друзья, Олег Георгиевич Гадецкий Психолог, российский психолог Педагог, социальный и общественный деятель Один из руководителей проекта «Психология третьего тысячелетия» Сегодня у меня в эфире Верлибров А я сижу рядом с ним, рядом Смотрю, радуюсь и выпытываю секреты жизни Секреты глобально, в глобальном смысле этого слова Давайте посекретничаем Расскажите, пожалуйста, что ожидает людей Которые являются партнерами проекта и слушателями каких-то публичных лекций Что ожидает в ближайшее время? Мы занимаемся образованием Мы хотим дать людям настоящее знание о законах жизни Чтобы люди могли найти свое предназначение Чтобы люди могли решить, по сути, любые трудности, которые есть в своей жизни В сфере семьи, в сфере бизнеса, в сфере взаимоотношений, в сфере здоровья То есть мы преподаем такие знания И у нас достаточно много программ Есть долговременные программы, когда люди по несколько лет у нас учатся Причем очень известные люди сейчас приходят Политики, бизнесмены, артисты из разных стран В основном мы работаем с русскоязычной аудиторией Но также у нас есть очень большие планы Сейчас очень много уже людей, которые получили это образование у нас И мы сейчас думаем о каком-то большом таком общественном, может быть, движении Чтобы эти люди, они стали в разных сферах общества реализовывать те знания, которые они от нас получили Например, разумный бизнес То есть бизнес не ради прибыли, а ради служения другим Ради чего-то хорошего в этом мире Разумное материнство Как воспитывать детей В чем роль матери В чем эта культура материнства Как готовиться к этой роли И с каким настроением, таким внутренним, с какими ценностями внутренним проживать эту роль Разумный отдых, например Сейчас отдых непонятно во что превратился Разумное это означает, что есть какой-то смысл в этом Что мы не просто проводим время, а есть какая-то идея, ценность в этом Так или иначе мы сейчас думаем о том, чтобы реализовать вот эти разные программы Разумные или осмысленные отношения Смотрите, люди в отношениях ищут не только удовольствие на самом деле Ищут какие-то ценности Вот смотрите, в советское время раньше была идея Люди были очень вдохновлены Какая-то чистая идея У людей была энергия, энтузиазм Сейчас идеи нету Сейчас идея моя личная жизнь Ешь, пей и наслаждаешься Вот, собственно, вся идея, к чему сводится современная культура Никого это не вдохновляет У людей огромное количество денег, у многих Мы все несчастны Хорошо, что вы заговорили о вдохновении Потому что если в первой части нашей программы мы говорили о лидерстве Потом я предложила побеседовать о страхе и страхах глобальных, которые возникают А вот сейчас мне бы хотелось поговорить о вдохновении Потому что сам-то проект Верлибры, в общем, призван вдохновлять И как-то включать нас в новые аспекты нашей жизни Хорошо, что мы заговорили об этом Вдохновение, где черпать его сегодня? Где вдохновение черпать? Да Вдохновение, оно всегда находится в двух вещах Первое, это то, когда человек живет своей жизнью То есть реализует свое призвание, свое предназначение Вот, когда человек на своем месте и своим делом занимается Сама Вселенная снабжает его этой силой вдохновения Действуй, ты на правильном пути То есть сама Вселенная дает ему эту силу действовать Которая проявляется как вдохновение Как азарт какой-то Как отсутствие усталости и все остальное То есть когда человек на своем месте Когда он в рамках своего предназначения живет Это первый момент Второй момент – это взаимоотношения То есть когда есть взаимоотношения, где меня понимают Где я также настроен на других, чтобы понимать их Когда есть этот глубокий обмен То есть есть семья Семья в широком смысле слова Не просто мужчина, женщина Семья, как единство сердец Друзья – это тоже семья Единомышленники – это тоже семья Соратники – это тоже семья То есть когда есть вот эти вот близость Близость сердец, вдохновение отсюда также приходит То есть энергия контакта дает нам вдохновение Когда мы общаемся Энергия предназначения и энергия взаимоотношений Энергия взаимоотношений Но вот если говорить конкретно о проектах Психологии 3000 Какие ближайшие мероприятия Куда бы вы хотели пригласить Могли пригласить тех людей, которые возможно сейчас слушают нас Потому что я знаю очень многих конкретных людей Которые встречают меня на улице Либо где-то еще в нашем чудесном городе Алматы И за его пределами И говорят Вы знаете, я слушаю Веру Либра Я узнал много нового Я изменил свою жизнь На какие мероприятия ваши И возможно не только ваши Вы бы хотели пригласить слушателей Которые сейчас с нами Есть наша большая международная программа Наука жизни Обучение взрослых людей Обучение лидерству Причем лидерству, как мы говорили В широком смысле Любой человек может быть лидером Потому что каждый должен найти себя в этом И реализовать свое предназначение И сделать что-то хорошее Для других, какую-то миссию Осуществить А эту программу Она не может посмотреть на нашем сайте Сайт Психологии 3-го тысячелетия Раздел образования Там подробно представлена эта программа Но здесь в Казахстане Есть еще одна наша программа С которой мы тоже активно сотрудничаем вместе Это Разум Лайф Где очень много разных направлений Есть семейное направление Есть детское направление Есть направление для молодежи Можно посмотреть на сайте Разум КЗ Описание этой программы и включится Самые разные мероприятия Которые здесь в Алмате Расскажите в двух словах о вашем фестивале Который проходит, я знаю, не первый год Много лет подряд В разных точках Фестиваль 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 невозможно рассказать Его можно посетить Мне, знаете, в свое время Мне очень понравилось одно выражение Как это говорится? Говорится Лучше один раз увидеть Чем один раз услышать Лучше один раз услышать Чем Как там дальше было Нет-нет Лучше один раз Почувствовать Чем услышать Лучше свое Чем чужое Поэтому я всех приглашаю На наш международный фестиваль Психологии третьего тысячелетия Он проходит всего один раз в год Друзья, Олег Георгиевич Годецкий Сегодня в эфире Вера Либров И я хочу предложить вам Нашу финальную на сегодня рубрику Которая называется Вера Либр дня Вера Либр Свободный стих Вы сейчас вольны в форме В ее выборе Ваше пятничное напутствие Какое-то Я не знаю Возможно Возможно просто пожелание Тем людям, которые слушают Сейчас Которые входят в субботу и воскресенье Которые входят в субботу и воскресенье С тем месседжем С тем ощущением Которые вы сейчас дадите Хочу пожелать всем Сохранить Субботу и воскресенье Это очень опасные дни Почему? Потому что человек предоставлен Самому себе Он накопил достаточно ресурсов В течение рабочей недели Получил зарплату, возможно Он получает ресурс Свободного времени И у него есть Достаточно большая доля Усталости От тех бесполезных дел Которыми он занимался В течение недели Он на низком старте Это пятница Вечер И опасный Край Это два самых опасных дня В течение недели Субботы и воскресенья Дорогие Все, кто нас слышит Видит Чувствует Помнит о нас Я хочу вам пожелать Сохраните сердце И сохраните разум Сохранить сердце Это означает Общайтесь с сердцами Цените дружбу Цените любовь Цените уважение Цените отношения Цените настоящих друзей Разум Это означает Живите осмысленно Не транжирьте энергию В своей жизни Подумайте, как Эти субботы и воскресенья Провести так Чтобы Вы всю жизнь Могли это вспоминать И помнить Что это было Два очень важных дня Вашей жизни Которые приблизили вас К реализации Вашего предназначения Ну что ж Спасибо огромное Олег Георгиевич Гадецкий Психолог Руководитель проекта Психология Третьего тысячелетия Тренер Социальный И общественный Деятель Наставник Сегодня в эфире Верлибров Я с этим напутствием Выхожу В жизнь Друзья Счастливой вам Пятницы Счастливой вам Счастливой вам Счастливой вам Счастливой вам Счастливой вам